14 июля 1941 года к захваченной немецкими войсками станции Орша подошла советская батарея реактивных миномётов. Пора. Первая! Огонь! Грянул зал. Буквально за 8 секунд железнодорожный узел был стёрт с лица земли. Батарея выпустила 112 реактивных снарядов по скоплению вражеской техники. Среди фашистов началась паника. Это был первый залп «Катюши» нового секретного советского оружия. За выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования одного из видов вооружения, поднимающего боевую мощь Красной Армии, указом Президиума Верховного Совета СССР 28 июля 1941 года Андрею Григорьевичу Костикову было присвоено звание «Героя социалистического труда» с вручением золотой медали «Серп и молот» и ордена Ленина. Служу Советскому Союзу! Однако сам Андрей Костиков знал, что в указе должно было стоять совсем другое имя – Георгий Эрихович Лангемак. «Героя социалистического труда» В мае 2011 года впервые было получено разрешение на видеосъемку в Центральном архиве ФСБ документов следственного дела Георгия Лангемака. Народный комиссариат внутренних дел. Ноября 2 дня 1937 года. Ордер на производство ареста и обыска. Лангемак. Георгий Эрихович. Донская улица, дом 42, квартира 19. Когда создавалось это дело, когда придумывались все эти вещи, это изначально была грубая и жестокая фальсификация, смыслом которой было расчистить себе дорогу, уничтожить крупнейшего ученого, присвоить себе его изобретение и на многие годы закрыть имя Лангемака от мировой общественности. Теперь моя очередь. После ареста и расстрела Тухачевского стало очевидным. Придут азо мной. Но как много еще надо успеть. Незаконченные испытания новых снарядов, незавершенные расчеты. Умирать. Умирать не страшно. Это всего лишь часть профессии военного. Но что будет дальше с моими идеями и проектами? Катюша. Это неофициальное название гвардейского реактивного миномета, который широко использовался советскими вооруженными силами во время Второй мировой войны. Это несколько модификаций боевых машин артиллерии, оснащенных реактивными снарядами. В первую очередь Катюшами были вооружены гвардейские минометные части, входившие в состав артиллерии резерва Верховного главнокомандования. Позже на базе той военной Катюши была создана система залпового огня «Град». Браво, 20, ниже 5. Копление пехоты. Подобись. Оружием своим я очень горжусь. Его до сих пор называют, что это оружие победы. Это действительно так. Потому что реактивное оружие, оно наносило по врагу огромный урон, морально подавляло, а наших солдат морально воодушевляло. Сколько раз, проходя мимо пехотинцев, и когда командиры готовили к наступлению своих солдат, солдаты первым долгом спрашивали, а Катюши будут? Когда слышали ответ, что будут, тогда уже совсем другое настроение перед наступлением, перед атакой. В 1899 году в уездный Елисаветград Херсонской губернии переехала семья преподавателей иностранных языков, статского советника, дворянина Эриха Францевича Лангемака. Эрих Францевич – немец, его жена Мария – француженка. Оба – выходцы из Швейцарии. Россия стала для них вторым домом. 37 лет спустя в тюрьме на Лубянке, заполняя анкету, Георгий Лангемак на вопрос о национальности ответит, что он – русский. Меня всегда завораживала выправка военных, точность их движений, когда они отдают честь, да и вообще все точное. Я мечтал об этом с детства. Вот только отец, человек мирный, домашний, был категорически против того, чтобы я выбрал этот путь. Годы спустя его мальчишеские мечты воплотятся в создание самого легендарного оружия 20 века. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В гимназии Георгий Лангемак с одинаковым рвением изучает математику и историю, жадно читает книги о славе русского оружия. Тогда же впервые узнает о реактивных минах, которые использовались в русской армии уже в 19 веке. В Крымской войне русские ракетные подразделения действовали на Дунайском и Кавказском направлениях, а также при обороне Севастополя. Дальность стрельбы некоторых типов боевых ракет превосходила дальность стрельбы обычных артиллерийских орудий почти в три раза. Скорострельность ракеты, четыре выстрела в минуту, была также выше скорострельности пушек. К сожалению, в 60-е годы 19 века боевые ракеты были сняты с вооружения русской армии именно благодаря их низкой кучности. Появилась норезная артиллерия, естественно, ракеты уже не были нужны. И остались на вооружении только осветительные ракеты русской армии. Георгий учится в гимназии вместе с сыновьями начальника Елизавет Крадского кавалерийского училища генерала Владимира Петерса. Они дружат. Часто бывая в доме Петерсов, он знакомится с младшей дочерью генерала Леночкой. Много лет спустя она станет его женой. В 1914 году Петерс уходит на фронт, где командует бригадой, затем дивизией. После ранения в 1916 году его, как боевого генерала с большим фронтовым опытом, император назначает исполняющим обязанности начальника Академии Гемштаба в Петрограде. Когда уже Георгий Лангемак окончил гимназию и стал выбор о дальнейшей учебе, он поехал именно в Петроград. И это не случайно. В Петрограде жила семья Петерсов. Впрочем, к этому времени генерал уже носит другую фамилию. В начале веков были антигерманские настроения в России. И хотя они считали себя русскими изначально, но это вот германское происхождение, оно висело над ними. И чтобы в обществе не было у них никаких проблем, они приняли решение, поменяли фамилию на Камневый. Петр и Камень – это перевод с немецкого на русский язык. Генерал Камнев для юного Лангемака – кумир и безусловный образец для подражания. Глядя на него, Георгий решает стать военным. Он приходит к нему и просит его о помощи уйти в военное училище. И тот ему помогает. В результате, в октябре месяце, проучившись месяц в университете, Георгий Лангемак поступает в школу прапорщиков по адмиралте, находящемуся в аргене Бауми. Он достигает своей цели и становится военным. В октябре 1937 года генералу Камневу поставят в вину его национальность и службу в царской армии. Его расстреляют без суда, по личному приказу наркома внутренних дел Ежова. 7 января 1938 года приговор в отношении Камнева-Петерс Владимира Николаевича приведен в исполнение. Выше указано, осужденный расстрелян. Порох, динамит. Что дальше? И кто мы, изобретающие инструменты уничтожения людей? В 16-м году я думал, что вступаю в святое воинство для борьбы со злом. Но через год все завертелось, завращалось, или лучше сказать, сплющилось. Да, именно сплющилось, потому что все перестали различать верх и низ. Осталось лишь политическое лево и право. В 1916 году Лангемак дает присягу на верность службы его императорскому величеству, государю-императору, наследнику престола и родине. В марте 17-го он оканчивает школу и попадает на один из островов крепости Петра Великого. Летом 1917-го Лангемак произведен в Мичманы. Впереди бои, погони, немецкий плен, романтические будни боевого офицера того времени. В 1918 году, после развала флота, Лангемак демобилизовывается. А в сентябре, после вторичного призыва, попадает в армию Гетмана Скоропадского. Будучи адъютантом Гетмана Скоропадского, в один из вечеров он был в одном из ресторанов Киева. В этом ресторане он познакомился с молодым человеком, который потом станет писателем Михаилом Булгаком. И именно с него потом Булгаков в Белой гвардии в Днях Трубяных напишет образ поручика Шарвинского. С той только разницей, что Лангемак был мичманом флота, а Шарвинский поручиком кавалерии. Портсигар оставить? Лакеи сопрут. Историческая ценность. Бумаги мы полить не будем, кроме адъютантского списка. Свинья я или не свинья? Нет, я не свинья. И совесть моя будет чиста и спокойна. После бегства Гетмана Лангемак недолгое время служит у Петлюры. А в июле 1919 года по офицерской мобилизации он вступает в Красную Армию. И сразу же, как офицер флота, получает назначение в Кронштадтскую крепость. Через полтора года он становится комендантом самого крупного форта Кронкрепости Тотлебен. У Лангемака не было стойких политических убеждений. И он не был сторонником той или иной партии. Того или иного движения или направления. И для того, чтобы ему понять, что делать дальше, ему нужно было попробовать очень много. Испытать не себе, что же есть та истина, которой потом стоило бы служить. Поэтому он перебрал очень много направлений. Он был и у Петлюры, он был и у Гетмана Скоропадского. И потом он был вынужден пойти в Красную Армию, потому что другого выхода уже не оставалось. Кроме того, стало понятно, что все-таки Красные победят. А он, понимая, что его родина Россия, он не сможет ее поменять ни на какую другую. Он остался служить именно своей родине, но не режиму и не правительству. Широта политических взглядов Лангемака, его либерализм, неуместный в эпоху жесткого деления на красных и белых, привели к тому, что он так и не стал своим для новой власти. Андрею Костикову не приходилось выбирать между политическими силами. Путь его в стан большевиков был предрешен заранее. После сельской школы юноша уезжает в Москву и получает профессию слесарево-допроводчика. Далее работает подручным слесаря, а потом и слесарем. В 1918 году Андрей вступает в Красную армию, а через некоторое время попадает в госпиталь с самострелом в ногу. Во время отступления войск Западного фронта от Варшавы он сдается в плен к белополякам. В 1921 году уходит из плена, во время которого его никто не охраняет и возвращается в строй. Тем временем гражданская война окончена. Но долгожданный мир не приносит людям облегчения. В стране продолжается политика военного коммунизма. Отряды, продразверстки грабят крестьян, не оставляя им даже самого необходимого. В 1921 году в стране разразился политический кризис. Прокатилась волна крестьянских восстаний. В марте 1921 вспыхнуло восстание гарнизона военной крепости Кронштадт. Мятеж, как его называли большевики. Георгий Лангемак служил тогда в Кронштадте. Начальник артиллерии Кронштадта генерал Козловский открыто выступил на стороне мятежников. Комендант форта Кронкрепости Татлябин, Георгий Лангемак, отказался примкнуть к восставшим. 16 лет назад я тоже вот так ждал ареста. Генерал Козловский и еще два матроса зашли в мой кабинет. Генерал тогда возглавил Кронштадтский мятеж. Он спросил меня, вы с нами? Я сказал, нет. Восстание преждевременно. Нужно дождаться, когда сойдет лед, и крепость станет неприступна. Генерал согласился со мной, но дал понять, что он уже ничего не сможет изменить. Восстание было обречено. У Троцкого и Тухачевского было многократное преимущество в силах и вооружении. Кронштадтцев могло бы спасти лишь чудо, какое-то сверхмощное оружие. Георгий Лангемак уже тогда втайне мечтал о создании оружия, способного противостоять целым армиям. Виктор Сибешко во время Великой Отечественной войны был наводчиком гвардейского миномета «Катюша». Два месяца бойцы проходили обучение в Серебряном Бару на берегу Москвы-реки. Оружие было секретным. Со всех требовали подписку о неразглашении военной тайны. Попасть в элитную часть было непросто. Прежде чем нас назначить, там до пятого колена, как говорят, изучали, нет ли там репрессированных, раскулаченных, там, понимаете, арестованных и так далее. Чтоб чистая биография была. Это было такой отбор. Потом принимали только комсомольцев и коммунистов. Виктор Сибешко со своей «Катюшей» прошел всю войну. От рядового до еврейтора. И все эти годы был только на передовой. «Катюша» – это такое оружие было, которое вот сегодня здесь, здесь пошли в наступление, завтра в другом месте, позавтра в третье место. Вы поняли, почему мы везде были. Потому что как только наступление начало, туда бросалось оружие наше. Прорвать оборону, там уже войска пошли, а мы уже на другой день уже в другом месте. Самое страшное, вспоминает ветеран, было видеть следы разрушений в том месте, куда направлялась мощь огневого залпа. Там не оставалось ничего живого. Повсюду трупы и выжженная земля. Немцы становились на колени, вот нам рассказывали пленные. Майн год, когда это кончится ад. От нашего оружия. В ночь с 16 марта 1921 года начался второй и окончательный штурм Кронштадтской крепости. После интенсивного артиллерийского обстрела войска Тухачевского ворвались в крепость. Почти два дня шли ожесточенные уличные бои. Наконец, сопротивление кронштадтцев было сломлено. Победители жестоко расправлялись с побежденными. Не только те, кто держал в руках оружие, но и все жители мятежного города были объявлены виновными. Таким образом, арестовав Лангемака, генерал Козловский спас его. Если бы Лангемака обнаружили не в застенке, то он молниеносно оказался бы у стенки. Бабушка с дедом решили пожениться. Ну, естественно, была гражданская регистрация, которая предусмотрена законом. Но родители бабушки, поскольку они были старого воспитания, они настояли на том, чтобы кроме гражданской церемонии в церемонии было еще венчание в церкви. И так храни нас, Боже, Твоею благодатью. Как я был счастлив тогда! Венчаться, венчаться стучало мое сердце, а рядом в кармане хранился партбилет РКПБ. Из партии, впрочем, меня потом исключили. Как раз за венчание с Леночкой. Но я не мог по-другому. «Несть Бог властящий не от Бога», написано в Библии. Мать Елены Владимировны передала ей обручальное кольцо, с которым сама когда-то пошла под венец. Сегодня его носит Лариса Белянина, правнучка Георгия Лангемака. Обручальное кольцо маминой бабушки. Они поженились с дедом 31 декабря 1886 года. Ну, кольцо с гравировкой, ВП. Владимир Петерс и дата венчания. Это вот одна из тех немногочисленных реликвий, которые у нас остались. Кольцо уцелело буквально чудом. После ареста Георгия Лангемака в доме шли многочисленные обыски. Большая часть личных вещей была конфискована. В мае 1938 года арестовали Елену Владимировну, а двух ее дочерей Асю и Майю отправили в приемник-распределитель. Там они провели несколько месяцев, пока за ними не приехала из Ленинграда их бабушка Юлия Алексеевна Камнева. После тюрьмы Елена Владимировна, как социально опасный элемент, была приговорена к пяти годам ссылки в поселок Ермак в Казахстане. Но вместо пяти лет ссылка затянулась на 18. Все эти годы она ничего не знала о судьбе мужа. Мне мама рассказывала, что она была уверена даже в 50-е, в начале 50-х годов, что вот сейчас, особенно когда после 53-го началось, что возможно откуда-нибудь из какого-нибудь лагеря он все-таки появится живой. Так же, как и она осталась жива в эти годы ссылки. Прожив довольно долбую жизнь, она больше не вышла замуж, оставшись верной памяти Георгия Эриховича. А в 21-м году Лангемаку было 23, Елене – 21. Они были удивительно красивой парой. В 1923 году Георгий Эрихович по собственному желанию уходит слушателям в артиллерийскую с 1925 года военно-техническую академию РКК в Ленинграде. Бывшая Михайловская артиллерийская академия, сегодня Ракетно-артиллерийская академия имени Петра Великого – одно из старейших и наиболее уважаемых военных учебных заведений России. Профессора, преподававшие в академии, составляли цвет военной науки. А служителями становились и бывшие гимназисты, и крестьяне, едва научившиеся читать и писать. Пришли многие, закончившие воевать, так сказать, с обмотками, солдаты, и они все видели в каждом профессоре, это контра сидит здесь недобитое, вот, и он тут чего-то учен, какими-то интегралами там, нам настроить коммунизм, а вот такое было. Напряженный учебный план из 18-20 предметов включал в себя и химию, и высшую математику, и многочисленные специальные дисциплины. Уже во время учебы вместе с другими служителями академии Георгий Лонгемак выполняет заказы лаборатории Тихомирова. Николай Иванович Тихомиров, в те годы крупнейший в стране специалист в области ракетной техники, уже более 20 лет занимается проблемой ракетных снарядов, самодвижущихся минреактивного действия. Его лаборатория в Ленинграде занимается созданием ракетных снарядов на бездымном порохе. Это первая в мире государственная организация при военном ведомстве именно по разработке ракетной техники. И действительно отсюда вот этот такой получил большой импульс, большой толчок вот это развитие ракетной техники. Причем я говорю, что это как знаменитые наши «Катюши», действительно, что здесь заложена была основа пороховых ракет, и также здесь же были заложены наши жидкостные, отечные жидкостные двигатели строения. Здесь испытывались первые наши ракетные двигатели. Несколько поколений ученых с 19 века берется за разработку ракетных зарядов. Оружие считается перспективным. Оно компактно, мобильно, обладает огромной разрушительной силой. Но оно никак не получает правительственной поддержки, а потому не может конкурировать со ствольной артиллерией. Были многочисленные замечательные идеи, даже в начале века были идеи по созданию многозарядных ракетных установок, но потому что они не получали признания правительства, не получали поддержки, они по существу откладывались в патентных отделах, под грифами секретно, и получалось так, что следующее поколение разработчиков не знало тех идей, которые выдвигали прежние изобретатели. Поэтому, когда приступил Николай Иванович Тихомиров к своим работам, то он по существу начинал как бы с нуля. Тем временем Андрей Костиков так же времени зря не терял. В 1922 году молодой человек поступает в Киевскую школу связи. Тогда же становится членом партии. Через два года избирается секретарем парторганизации школы. Затем членом райкома партии. Наконец депутатом Киевского горсовета. После окончания школы служит в Нижнем Новгороде, где оканчивает в 1928 году шестимесячные военно-политические курсы. И, наконец, с третьего раза он поступает в Военно-воздушную академию имени Жуковского и начинает интересоваться реактивной техникой. Лангемак же непосредственно создает реальные реактивные снаряды. 2 июля 1941 года экспедиция под командованием капитана Флёрова под покровом ночи тайно выступила в поход. Первая в Красной Армии отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии отправлялась на Западный фронт. В экспедиции капитана Флёрова было больше 40 транспортных единиц. Из них всего 6 были непосредственно сами «Катюша». Остальное были машиносопровождение, бензовозы, много грузовиков со снарядами, в том числе технологические, мастерские. И этот вот обоз довольно-таки длинный, должен был своим ходом, не попадая под авиационный налет, и подвигаться к линии фронта. Батарея! С залпом! Огонь! Это были масштабные испытания в боевых условиях. Бой под Оршей показал. Минометы сдали свой экзамен. На отлично. Вслед за батареей Флёрова на фронт отправляются ещё несколько экспедиций с «Катюшами». Один из главных приказов – оружие не должно достаться врагу. Мы в плен не имели права сдаваться. Если нас уже до такой степени, что уже никакого выхода нет, нужно сам себя уничтожить. Но не сдаваться. А потом вот эта установка, в ней был ящик с толом, 40 килограмм тола, бигфордов шнур, подроги, и установка должна быть взорвана, но врагу не должна попасться. В начале октября батарея Флёрова оказалась в окружении. Более 150 километров прошли по вражеским тылам, но прорваться к своим не смогли. К тому времени, когда немцы уже начали охотиться за этой батареей, и вот уже на хвасте висели немецкие танки под деревней «Богатырь», у Флёровцев уже не оставалось осколочных фугасных снарядов, а были неизрасходованы авиационные зажигатели. По танкам, прямой наводкой, огонь! Флёровцы приняли последний бой. Они уже пытались расстреливать немецкие танки на прямую наводку. из «Катюши» с зажигательными снарядами, даже не надеясь на поражение. Конечно же, прожечь бронютанка они не могли. Это был жест отчаяния. Ну, чтобы боеприпасы не достались в руки врагу вместе с установками. Когда кончились снаряды, артиллеристы подорвали свои машины. Тяжелораненый командир взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. В 1927 году Георгий Орехович Лангемак пишет рапорт на имя начальника Академии Исаева с просьбой о том, чтобы его использовали по научной исследовательской специальности. Потому что он хочет заниматься разработками новых типов оружия. Ему это интереснее. И здесь он видит себя в большей степени, чем где-либо еще. Мастерские газодинамической лаборатории располагались в Иоанновском равелине Петропавловской крепости. Сейчас здесь музей космонавтики. Сюда Лангемак приходит работать после окончания Академии. В газодинамической лаборатории работали уже известные ученые. Такие, как Владимир Артемьев. Он занимался боевыми и осветительными ракетами еще с дореволюционных времен. Теперь же в коллектив влилась талантливая молодежь. Выпускники Академии Лангемак и Петропавловский. Тихомиров ценил их за свободный полет мысли. Молодые умеют фантазировать. А наука без фантазии не движется. А они были фантазеры, но образованные. И фантазировали, так сказать, на определенном фундаменте. Лангемак занимается стабилизацией реактивных снарядов в полете. Дело в том, что с увеличением дальности стрельбы возрастают требования и к точности полета неуправляемого снаряда. Это заботило многих изобретателей задолго до работ в лаборатории Тихомирова. Но попытки были неудачны и к оперенным снарядам относились с предубеждением. Термин «оперенный» на современном языке означает «крылатый». Собственно говоря, оперенный снаряд того времени является прототипом современной крылатой ракеты. Возьмите его первые работы, 1934 год. Выходит его работа проектирования ракетных снарядов, где написано все. Все изложено. От основ проектирования до описания самого устройства снаряда, научного конструирования, даже методика расчета. Разработки ракетчиков поддерживает заместитель наркома по военным и морским делам Михаил Тухачевский. С его помощью в Москве в 1933 году создается реактивный научно-исследовательский институт. Начальником с октября 1933 года директором института был назначен Иван Клеймёнов, а его заместителем Сергей Королёв. Здесь же работал будущий генеральный конструктор НПО «Энергия» Валентин Глушко. И когда в 1935 году они с Валентином Петровичем Глушко издают книжку по ракетной технике, как раз он пишет отдел, посвященный порохам, пороховым двигателям, а Глушко пишет раздел, который он занимался, жидкостными ракетными двигателями. А когда уже их забрали, она была запрещена, ее нельзя было открыто использовать, хотя ценнейшие там материалы находились в этой книжке. И многие ученые следующего поколения работали по этой книжке. В 1933 году в Реактивный научно-исследовательский институт приходит Андрей Костиков. А в апреле 1934 года в Москву переводят Лангемака. Он сменил Королёва на посту заместителя директора института. Вот и состоялась роковая встреча Георгия Лангемака с Андреем Костиковым. До трагедии осталось всего три года. Они будут наполнены не только работой. Нападки, склоки, доносы. Всего этого в Реактивном НИИ будет в избытке. Костиков берется за создание кислородного жидкого реактивного двигателя. Работа идет тяжело. Вплоть до 1936 года так ничего и не было сделано. Правда, это не остановило его. И он начал нападки на Глушко, Лангемака и Клименова. Ревность Костикова переходит все границы. Талант Глушко не дает ему покоя. Костиков кричит, что он все сделает лучше, дешевле и быстрее. Он требует срочно передать проект ему. Один раз я так и сделал. И что же? Глушко, как самому талантливому сотруднику, пришлось все переделывать. В Москве Георгий Эрихович с семьей живет в квартире на Донской улице. Несколько лет назад Алексей Белянин вместе с историком Александром Глушко побывали в этом доме. Дом готов к сносу. Из него давно выселены все жильцы. Но сносить его никак не начинают. Искали уникальный научный архив Лангемака. По некоторым сведениям, он успел спрятать его за месяц до ареста. Мы вскрыли полы во всей квартире. Простучали все стены. Продолбили фактически. И более того, когда стали вскрывать прихожую уже, мне люди, которые вскрывали, говорят, там ничего нет. Я говорю, я знаю, что там ничего нет. Но я хочу в этом убедиться. Поэтому вскрывали все. Где только было можно. Хоть какие-то были на что-то намеки. До конца. Архив ученого пока не найден. Но у исследователей нет сомнения, что он вскрывает огромное количество сенсаций. Последние годы Лангемак работал едва ли не сутками. Сфера его интересов огромна. Но на первом месте всегда стояли реактивные снаряды. К моменту ареста Клеменова и Лангемака было готово более 250 разновидностей реактивных снарядов калибра 82 и 132 миллиметра. Были и 240 миллиметров. И два вида этих снарядов послужили основой для «Катюши». Это снаряды 82 и 132 миллиметра. Потому что на их базе потом делалась и установка, и дальнейшая модернизация, и улучшение конструкции снарядов уже после смерти и Клеменова и Лангемака. Заявка на разработку первой «Катюши» поступила из военно-химического управления. И уже в августе 1936 года первая «Катюша» на базе автомобиля «СИС-6» была создана. Нормально прошла заводские и полигонные испытания. Химики были довольны. Ничто не препятствовало вводу ее на вооружение. Но судьба распорядилась по-другому. Удар бойка по гильзе, и все решено. Как просто. Проще, чем пуск реактивного снаряда. Но кому нужна такая жертва? Иногда, чтобы жить дальше, требуется больше мужества, чем для того, чтобы умереть. В портком ВКПБ НИИ номер 3. Заявление. От члена ВКПБ с 1922 года Костикова Андрея Григорьевича. Раскрытие контрреволюционной, троцкистской, диверсионной, вредительской шайки, их методов и тактики. Я особого криминала, того же Костикова, если он давал такие показания, не вижу, что это была обстановка того времени. И если бы кто-то стал на защиту и Королева, и Глушко, то они бы последовали туда же. тоже бы были репрессированы, скорее всего, так. Главной целью Костикова было стать во главе реактивного института. Для этого ему нужно было удалить со своей дороги нескольких человек. Лангемака, главного инженерного института, Клеменова, директора института, и Королева. Поскольку было понятно, что в создавшейся ситуации, когда руководство института будет арестовано, Королев будет первым претендентом и первым противником Костикова при занимании этой должности. И я со всей очевидностью докажу фактами, что чья-то рука, возможно, по неопытности, тормозила работу и вводила государство в колоссальные убытки. В этом, конечно, повинны Клеймёнов, Лангемак в первую очередь. Член ВКПБ Костиков. Георгия Эриховича Лангемака арестовали в ночь со 2 на 3 ноября 1937 года. В тот же день был арестованный директор Реактивного научно-исследовательского института Иван Клеймёнов. Официальное обвинение. Являясь участником антисоветской троцкистской организации, Лангемак ввел активную вредительскую деятельность по срыву научно-исследовательских работ по реактивным снарядам, двигателям и торпедам. Одновременно в Кировограде, бывшем Елисаветграде, арестован старший брат Георгия Виктор Лангемак. Здесь, в этом дворике, был арестован Виктор Лангемак. Не стали даже фальсифицировать дело, а присоединили его к группе недавно арестованных греков города Кировограда. Изменили фамилию, сказали, что он не Лангемак, а Лангемаки, что он грек, и что он шпион, греческий шпион. И в скорости Виктор был расстрелян. Юлия Алексеевна ее не тронули. Она умерла во время блокады в 42-м году в своей смерти. Единственная члена семьи, кого не затронуло репрессии. А все остальные были или сосланы, или расстреляны. Справка. Приговор о расстреле Лангемака Георгия Эриховича приведен в исполнение в Москве 11 января 1938 года. Приговоры Королеву и Глушко были не столь суровы. Глушко сразу после суда, а Королев отсидев на Колыме, были переведены в конструкторские группы спецотдела НКВД, так называемые «шарашки», где продолжали свою научную работу. Из протокола партсобрания в НИИ-3, июль 1938 года. Я не артиллерист, не специалист по парахам, но, однако, знакомство с работниками нашего института дает мне право говорить о них, как о врагах народа. И раскрытие этой контрреволюционной шарики дает мне полное право требовать того, чтобы мы еще больше сплотились вокруг партии Ленина-Сталина. Грамотная работа НКВД помогла обезвредить эту шайку Лангемака. И поэтому, да здравствует... Андрей Костиков сначала занимает должность Георгия Лангемака, а через год становится директором всего реактивного института. Отныне все созданные в институте вооружения войдут в историю крепко-накрепко связанными с именем Костикова. Георгия Лангемака после расстрела сожгли в Донском крематории. Прах его был свален в общую яму. В этом же общем захоронении на кладбище Донского монастыря покоится прах Тухачевского и Клейменова. 19 ноября 1955 года Георгий Эрихович Лангемак был реабилитирован. Главная военная прокуратура 19 ноября 1955 года Лангемак Елене Владимировне Сообщаю, что по делу вашего мужа проведено дополнительное расследование, в процессе которого было установлено, что он осужден необоснованно. Судьба распорядилась так, что урна с прахом жены Георгия Лангемака Елены Владимировны, умершей в 1972 году, была замурована рядом с захоронением мужа на кладбище возле Донского монастыря. И только 15 ноября 2003 года благодаря усилиям биографа Лангемака Александра Глушко и его друга, актера Алексея Кортнева, была открыта мемориальная доска памяти Георгия Лангемака и его жены. Лангемак был реабилитирован. Но он не был при этом реабилитирован, как автор «Катюша». Потому что этим вопросом прокуратура не занималась. И реабилитация его, как автора «Катюши», началась практически сразу после этого, в конце 50-х годов, когда стало можно об этом писать. И первые работы конца 50-х, начала 60-х годов, за которыми стоял академик Глушко и академик Королёв, они все говорили о том, что Лангемак является автором «Катюши». Именем Лангемака назван один из кратеров на обратной стороне Луны. А самому ему в 1991 году посмертно было присвоено звание Героя социалистического труда. Но и сегодня продолжают выходить статьи и книги, где Костиков по-прежнему называется конструктором «Катюши». Его портреты по-прежнему висят в музеях военной славы. Вот здесь Костиков, да? А вверху, вверху, Георгий Ерихович Лангемак и Иван Теренович Клеменов. Оба, так сказать, пострадавшие от Костикова, от его доносов. И оба ушли раны из жизни. Иван Теренович Кременович 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 Lets 빵ить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok